Ивана, вы знали об этом проекте на районе? Нет, я ничего не знал, я недавно только ознакомился с ним. Так, а с чьей подачей, как это произошло? С чьей подачей? Меня заинтересовало просто само словосочетание «рэп-театр». Оно как-то прозвучало и у нас в театре вместе, где я работаю в «Современнике». Рэп-театр, рэп-театр, честно говоря. Уже не хочется произносить, молодежь разговаривала между собой, а я услышал. Но тем не менее, тем не менее, да, вот молодые артисты разговаривали между собой, а я об этом услышал, и мне стало интересно, и заинтересовался. Углубился чуть-чуть, и дальше вообще для меня словосочетание на районе, проект на районе стал как-то узнаваемым. Иван, а вот я так понимаю, что вот исполнение рэпа, там ведь обязательно человек должен двигаться. Вот ваше участие в танцах со звездами вам как-то помогло в плане развития пластики танцевальной? Ну, конечно. Я думаю, каждый артист, кто соглашался, на участие в проекте «Танцы со звездами», наверное, подумал про себя, ну, у меня же есть база, я же что-то да умею, да и вообще, наверное, я неплохо двигаюсь. Я думаю, каждый так про себя подумал. У меня же были и народные танцы, и пластика в академии, когда ты обучался в высших учебных заведениях. И как-то приходит более-менее уверенно в себе. Но уже после первых двух репетиций каждый понимает, что он абсолютный профан, что он не умеет ничего, что забыто. Все, прежде всего, забыто. А в-третьих, ну, ты просто дерево. Ты абсолютная деревяшка, и ничего ты не можешь с собой поделать. И ты начинаешь из тура в тур, из репетиции в репетиции. И спасибо каждому нашим партнерам, нашим профессиональным танцовщикам, которые так много сил у нас потратили, своих нервов и всего остального, занимались с нами, потому что нам приходилось заново просто себя расшевеливать, так сказать. Да, поэтому это большой спорт, прежде всего. Лев, а вы как определяете у себя в театре? Человек, вот терминологи ваши воспользуются, Иван, профан или не профан? То есть какие критерии? Ну, у нас кастинги проводятся. То есть мы не можем просто так взять всех абсолютно. Проводят кастинги. Сначала онлайн-задания. Когда они выполняют онлайн-задания, мы выбираем людей, которых готовы посмотреть очно. Потому что бывает хороший рэпер, но плохой актер. Есть хороший актер, но реально плохой рэпер. Плюс у нас вот в этом году, когда мы делали «Идиота», у нас много хореографии, много танцев. Мы сделали... Мы сделали «Идиота» в каком смысле? Достоевского? Да. Поставили? Так. Есть поподробнее с этого места, пожалуйста. Ну, в прошлом году мы вот благодаря поддержке комитета общих связей поставили «Преступление-наказание» по Достоевскому. В этом году «Идиота». Если «Преступление-наказание» он более рэповый сам по себе, потому что там и сюжет достаточно такой суровый, серьезный, рэперский, скажем так. И все-таки рэп — это как бы музыка низов изначально. Да. Поэтому было легко как бы встроиться. Плюс у Достоевского длинные монологи, диалоги, и это легко переработать в рэп. И при этом... Легко переработать? Конечно. Сохраняя язык, то есть я автор текстов, я сохраняю язык. У нас есть, кстати, фрагмент «Преступление-наказание», мы сейчас посмотрим. Давайте. Да вы убили, Родион Романович. Вы и убились. Я к вам пришел, собственно, потому, чтобы все сказать и дело повести на открытую. Предлагаю учинить вам явку с повинной. Ведь вы в какой момент вернетесь, в какую минуту, вы только задумайтесь, когда другой уже на себя преступление взял и все дело спутал. А я вам вот самим Богом клянусь, так там все по делу и устрою, что ваша явка выйдет абсолютно неожиданной. Все подозрения против вас в ничто обращу. Так что ваше преступление вроде помрачения какого-то покажется. Потому, по сути, это помрачение и есть. Я честный человек, Родион Романович, и слово свое сдержу. Жизнь не брезгуйте, многое впереди еще будет. Исполните справедливость, пока не поздно будет вам жизнь. Вам нужно воздуху, 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 воздуху. Станьте солнцем, вас все увидят. Солнцу надо быть солнцем. Так светите, вам еще жить много. Страдания очистят. Благодарите Бога. Обретите истину.